Диалог в прямом эфире Городской 182 Если у вас его под рукой нет Смело берите в руки ваши мобильные аппараты Набирайте 770-13-14 770-13-14 Это телефон А1 и МТС Ну а сегодня у нас в студии Как вы уже наверное знаете Начальник отдела ЗАГС Оршанского райисполкома Олесь Михайловна Ткачева Олесь Михайловна, здравствуйте Здравствуйте Рады вас видеть в нашей студии Практически год прошел С нашей предыдущей встречи Что за год собственно говоря произошло Ну я тоже конечно рада снова Быть у вас в студии И хотелось бы кому-то может быть напомнить А кому-то и заново Вернее о новом рассказать Что такое ЗАГС И немножко да Что произошло за 2019 год В плане демографии Именно по нашему отделу Ну все как обычно ЗАГС у всех до сих пор ассоциируется с тем Что это только свадьбы Это большое количество гостей Цветов, подарков Все остальное Все остальное просто для людей А за кадром остается Да, все остается за кадром Ну как говорится Мы не только умеем веселиться Мы также умеем работать То есть мы выполняем более важные функции Вне зависимости Вернее что есть только браки И я конечно немножко хотела бы напомнить Что все-таки означает ЗАГС По сути дела В веками длилось то Что раньше регистрировались браки Рождение То есть утверждался факт Регистрации также смерти Только в церковных метрических книгах То есть это все было в церкви Но впоследствии государство взяло на себя Эти обязанности И уже с 18 декабря 1917 года Образовались органы ЗАГСа То есть уже в декабре этого года Нам исполнится 103 Так что это да, тоже вековая Историческая Ну конечно через ЗАГС проходит Как я уже сказала Не только радостное событие Но также и печальное И тем не менее Со всеми этими событиями Стараются присутствовать С гражданами наши сотрудники Штатная единица В нашем ЗАГСе составляет 4 человека То есть административные процедуры Выполняют только 3 человека Это я начальник Заместитель начальника у нас Сидорович Елена Петровна Главный специалист Журавская Наталья Геннадьевна И также у нас есть инспектор Который везет непосредственно На это дело производства Всю документацию То есть почту Входящая, исходящая Это все на ней Мы непосредственно Образован наш отдел Образован Оршанским районным исполнительным комитетом Подчиняемся То есть являемся его структурным отделением И подчиняемся непосредственно ему В плане сферы юстиции Мы подчиняемся Министерству юстиции Ну а также к нам относятся То есть ЗАГС Выполняют функцию ЗАГСа И также постсельисполкомы И Бараньский исполком То есть это 16 постсельсоветов По 4 процедуры Выполняют каждый совет То есть управляющие делами Непосредственно регистрируют Браки, рождение, смерти И установление отцовства То есть как я говорю гражданам Не бойтесь То есть если вы живете В сельской местности Вы можете обратиться в сельский совет За регистрацию Какого-то акта гражданского состояния То есть не надо в Оршу для этого ехать Не обязательно Что можно сделать все на месте Да И архив уже Естественно архив уже То есть это все сдается Все акты сдаются ежемесячно В наш ЗАГС И уже архив То есть хранится в ЗАГС Вот это непосредственно Ну Также я хочу сказать Что напомнить Вернее может быть Нашим гражданам О графике приема нашего отдела То есть отдел ЗАГС Работает Вторник, среда, четверг Пятница, суббота Вторник, четверг, пятница ЗАГС работает С 8 до 17.00 С 13 до 14.00 Обед В субботу мы работаем С 8 до 16.00 Без обеда В среду С 8 до 18.00 Но это график работы Непосредственно Есть график приема Заинтересованных лиц В осуществлении Административной процедуры То есть это Тот же самый прием Но Осуществляется С 8 до 16.00 По субботам С 8 до 11.00 Идет прием граждан То есть Не путайте Это именно прием Потому что Мы же не только принимаем людей Мы должны обрабатывать Регистрировать Ну да На какое-то Малое количество Ваших работников Огромный объем Оборота бумаг И так же По понедельникам ЗАГС не работает Мы осуществляем Только единственную Административную процедуру Это дежурство По регистрации смерти Это с 9 до 13.00 Ну и торжественная же Регистрация брака Рождения тоже Не каждый день происходит Какой день? Ну практически В основном Торжественная сейчас У нас идут по субботам Это вот с 11.00 До 16.00 Так же мы берем И по пятницам Но опять же В любой приемный день То есть в будний Мы пожалуйста Рады видеть вас То есть можно Торжественную регистрацию Делайте в любой день Работы ЗАГС А то многие По субботам только Думают Потому что это выходной день Все свободны Да Ну а так же Отдел ЗАГС Своей деятельностью Мы руководствуемся Если кажется интересно Законодательность Конституции Республики Беларусь Кодексом Республики Беларусь О браке и семье Гражданским кодексом Так же Различными указами Законодательными актами Декретами Непосредственно Постановление По которому Работает отдел ЗАГС Это постановление 1454 От 14 декабря 2005 года Это о порядке Организации работы С гражданами В органах Регистрирующие акты Гражданского состояния По выдаче справок Либо иных документов Содержащих Подтверждающий факт Имеющий юридическое значение То есть это непосредственно Наше постановление По которому Мы работаем Так же в нашем отделе Имеется архивный фонд Но к сожалению Архивный фонд у нас сохранен Только с 1944 года По настоящее время Это архивный фонд Касается непосредственно Актов гражданского состояния Да У нас Имеется Ореховский район То есть это Изначально был Это с 1944 года По 1956 И также архивный фонд Аршанского района Это с 1957 По настоящее время То есть Ну к сожалению У нас имеется Это вернее Не сохранен До военный период Поэтому На сегодняшний день Мы имеем Восстановленные И первичные записи акта То есть Восстановленные Это те Которые были утрачены И потом уже Восстанавливались На основании Решения суда Какие все-таки Основные задачи Отдела ЗАГСа Значит Это правильное Полное Своевременное Заполнение Актов гражданского состояния То есть Специалисты Они должны быть Внимательны Потому что Заполняются Два экземпляра По каждой процедуре Актов гражданского состояния Один который Хранится у нас В ЗАГСе Он хранится 75 лет Второй экземпляр Он направляется В архив Органов ЗАГСа Также мы Реализуем Основные направления Государственной Семейной политики В Республике Беларусь По укреплению Нравственных Основ Семьи И повышению Ее престижа То есть В обществе Мы Стараемся Размещать В СМИ Информацию По нашему отделу Ну Не только по нашему отделу Я имею ввиду По органам ЗАГСа Какие-то изменения Которые происходят В законодательстве То есть Вся информация Вы можете Конечно найти В СМИ Также мы проводим Лекции Беседы Ходим В организации Коллективы Также к нам Посещают Железнодорожный техникум Приходят Вот обычно Как-то весной Железнодорожный техникум Механико-экономический колледж То есть Информацию Мы доносим Давайте поговорим Об административных Процедурах У вас их Большое Достаточное количество Мы выполняем На основании 200 указа 14 административных Процедур То есть Первое Это регистрация Рождения Регистрация Заключения Брака Регистрация Установления Отцовства Регистрация Установления Материнства Регистрация Смерти Регистрация Расторжения Брака По решению Судов Вступившим Законную силу До 1 сентября 99 года Также Расторжение Брака На основании Статьи 35 Прим Кодекса Брак Семье Это были Внесены Изменения С 2013 Года То есть Расторжение Брака По обоюдному Согласию Супругов Не имеющих Общих Несовершеннолетних Детей И спора Об имуществе Также Регистрация Установления Регистрация Переменной Фамилии Собственного Имени Отчества Внесение Изменений Дополнений Исправлений В записях Акта Гражданского Состояния Восстановление Записи Акта То есть То что Я говорила На основании Решения Судов Аннулирование Записи Акта Гражданского Состояния Также Выдача Справок О рождении О смерти И выдача Справок Содержащих Сведения Из записи Акта Рождения Браки Смерти То есть Гражданского Состояния Также Справки Об отсутствии Записи Акта О заключении Брака Эти справки выдаются за пределы Республики Беларусь для вступления в брак с иностранными гражданами. У нас мы в этом году по административным процедурам зарегистрировали 4872 записи акта. В 2019-м, в прошедшем, да. К сожалению, это на 74 акта меньше, чем за 2018 год. Но, то есть, как-то немножко все равно идет у нас стабильно в этом плане. Но, естественно, большую часть выполняют именно все записи, выполненные нашим отделом. 16% выполняют по стелесполкома, вот в Бараньске и Грисполком. Но, тем не менее, если можно, я назову статистику. Ну да, я думаю, что это интересно послушать. В 2019-м году мы зарегистрировали о рождении всего 1171 актовую запись, в том числе по отделу ЗАГСа 984 и стелесполкома 187. В торжественной обстановке зарегистрировано всего 56 рождений, в том числе отделом ЗАГСа 6, но это приурочено в основном к мероприятиям. Но вот в этом плане у нас стелесполкомы работают очень активно, то есть у них торжественное рождение проходит. Также мы восстановили 5 записей акта о рождении. О заключении брака мы зарегистрировали, вернее, брак всего 965. Ну, к сожалению, мало, хотелось больше. Но опять же, большую часть выполнена. Но это чуть меньше, чем в прошлом году, я так понимаю. Да, да, это чуть меньше, да. А смерти всего 2310, то есть это всего. По ЗАГСу прошло 1882 записи акта. Ну, к сожалению, смертность увеличивается, хоть немножко, но она увеличивается, к сожалению. Хотелось бы, чтобы эти актовые записи, они падали у нас. Об установлении отцовства всего 217. Был у нас пик, когда мы регистрировали по 300 установления отцовства. Ну, все, кто хотел, уже установили. Да, уже, наверное, установили. Спасибо, да, это же не такой, не так это, купил там какую-то вещь, да, использовали, новую. Да, 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 здесь уже, да. Что тут, уже установили и установили, да? Ну, актов об установлении мы зарегистрировали 3. Но это меньше, чем за прошлый год. В прошлом году у нас было 7. То есть это, конечно, меньше. Расторжение брака именно по обоюдному согласию, это 175 актовых записей. Из них это две, которые прошли по решению суда до 1 сентября 99-го года. То есть до этого времени люди расторгли брак, ходили-ходили, вспомнили, что нужно все-таки оформить до конца. И вот, то есть это именно... Обрадовали, что суд развел, все, уже ничего делать не надо. Ну, то, что до конца они не довели свою процедуру, вот сейчас уже, кажется, ее доводят. Ну, конечно, всем понятно, что вся, как говорится, бумажная документация жизни человека, она проходит именно через нас. И если, как говорится, первые документы получают родители, потом далее это все мы получаем сами. Рождение, детей наших, брак. Ну, уже самый последний неприятный документ уже получает, как говорится, кто-то за нас. Ну, ничего не поделаешь, тут так жизнь устроена. Да, да. Давайте, у меня есть такое предложение. Нет, вы так рассказывали о регистрации, там, о всяких видах. Давайте мы чуть подробнее поговорим, потому что наверняка к вам приходят вопросы, у наших телезрителей возникают, и радиослушателей вопросы, что же надо делать, о чем надо не забывать при той или иной регистрации акта гражданского состояния. Давайте начнем с самого приятного, это регистрация рождения. Давайте. Ну, для того, чтобы зарегистрировать ребенка, нужно обратиться в ЗАГС с устным либо письменным заявлением. Если вы состоите в браке, то нужно, может обратиться один из супругов, имея при себе документы, это документы, удостоверяющие личность, то есть это либо вид на жительство, либо наш паспорт гражданина Республики Беларусь. Также необходима справка о рождении ребенка и документ, подтверждающий свидетельство о браке, подтверждающий факт брака. То есть, если вы хотите, в записях акта о рождении ребенка вносится национальность. Если вы хотите указать национальность родителей, то, пожалуйста, необходимо предоставить документы о национальности. Это свидетельство о рождении. Есть три варианта при этом. Естественно, у кого-то нет с собой, то есть, либо вы можете принести, то есть, это регистрируется на основании свидетельства о рождении, указывается вернее, либо мы можем сделать запрос, то есть, либо есть такой вариант, то есть, опять же, вы не хотите, многие сейчас, кстати, да, что не хочу указывать свою национальность. А сейчас запускается, так можно не указывать национальность? Да, 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 и указывается, сведения не представлены, то есть, именно, например, там национальность отца. Да, это в свидетельстве о рождении, потом при получении паспорта национальность уже надо, пока, по крайней мере, указывается. В паспорте нету национальности. В формах, вот сейчас не буду брать, наверное, указывают национальность, но в самом паспорте национальности нету, да. То есть также можно еще на основании паспорта указать национальность записи акта рождения ребенка, но дело в том, что в паспорте, это по вашему желанию, вы идете в органы АГИМа и пишете заявление, и вам проставляют отметку о вашей национальности с печатью в паспорте, тогда да, то есть уже видно, какой вы национальности. То есть не обязательно тогда приносить свидетельство. Вот, есть такой вариант. Значит, регистрируется ребенок в течение двух дней, подаете документы, например, сегодня принесли, на следующий день уже забираете. Есть возможность, есть небольшое количество документов, естественно, ну, случаи у всех разные, да, мы идем навстречу, можем выдать документы в один день, то есть это не проблема. Ну, регистрируется ребенок и выдается вам свидетельство о рождении ребенка, записывается ребенок в паспорта, ставятся штампы и выдается справка о рождении для получения пособия. Вот сейчас у многих звезд популярны двойные фамилии, да, Филипп Киркоров, у него там у детей такие звонкие фамилии, сейчас вылетел из головы, назвал бы. Вот допускается ли ребенку присвоение двойной фамилии и в каких случаях, если допускается? Значит, ребенку допускается присвоение двойной фамилии, но только в том случае, если у обоих родителей двойная фамилия, либо хотя бы у одного. То есть, да, многие приходят и говорят, что вот муж на одной фамилии, я на своей осталась, хотим ребенку дать двойную. Нет, ни в коем случае, только допускается в том случае, если у кого-то из вас есть эта двойная фамилия, то да, да. То есть нельзя взять Иванов-Петров или Иванов-Сидоров? Нет, если папа Иванов-Петров, а мама, например, просто Иванова, то, конечно, ребенку да, можно. А если тот Петров, а та Иванова, тут уже какое-то одно. Ну, давайте, какие вот самые, важно, наверное, есть статистика, какие самые популярные имена вот были за последнее время? То есть, какие родители награждали именами? Да, девочки это София, Дарья, Полина, Ксения, Милана, Анастасия. У мальчиков это Максим, Иван, Матвей, Артем и Егор. Раньше Артем у нас был на первом месте, Артем, Никита у нас были. Сергей были в наши времена, Алексей. Да, это уже ушли на критику. Да, ушли на задний план, да, да, да. Но также у нас редкие имена, вот, к сожалению, Юлия, это очень редкое имя. А Юля раньше была. Да, за этот год у нас, по-моему, два, да, две девочки, да, да, только прошло с этим именем. Ирина, Светлана, Вера, то есть, это считаются редкие имена, понимаете? А мужские какие интересы сейчас редкие? Да, Василий, Виктор, Георгий, Сергей, тоже самое, Леонид, это очень редкие имена. А вот двойные имена, вот, все-таки были, не были такие вот, все-таки у нас? В этом году нет. Или необычные какие-то? В этом году не было двойных имен. А необычные? Необычные у нас были, это Урсула, Теона, Есфирь, Алеста, Айсель. Есть где-то иностранец, например, там, папа или мама, то есть, да, они дают по своей национальности. Вот интересно, ну, понятно, вот, есть же, да, раньше, помните, когда рождался ребенок, смотрели по святкам, да? То есть, кто там святой, ну, ближайшие. Вот интересно, откуда имя Есфирь? Не знаю. Интересно такое, это точно я никогда не слышал. Ну что ж, давайте поговорим еще об одном приятном событии, это регистрация заключения брака, по крайней мере, когда это приходят молодожены, для них это пока радостное событие, да, давайте об этом поговорим. Ну, конечно же, заключить брак, это дело нехитрое, да, его нужно сохранить, на это требуется, конечно, очень много мудрости, потому что сейчас молодежь как-то стала немножко нетерпимее. Ну, не знаю, что может быть, как они все говорят, жизнь такая, но все равно никто нас радовать не будет, мы должны радоваться сами жизни, понимаете? Вот мы перед эфиром с вами говорили о том, что вот сейчас молодежь очень часто, приходят свадьбы, тратят родители деньги, понятно, там молодые какие-то, может, запасы есть, и, к сожалению, в последнее время не очень, они такие крепкие браки получаются. И посмотрите, почему, потому что вот встречаются молодые люди, цветочно-букетный период, да, цветы, кино, все это замечательно, а живут он отдельно, она отдельно, вот встречаются где-то, есть возможность, но вместе до брака многие не живут. Вот, я имею в виду в одной замкнутом пространстве, и вот когда после свадьбы начинается бытовуха, что называется, стирка, уборка, готовка там и так далее, вот там начинаются первые конфликты, поправьте, если я не прав. Да, 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 правильно сказали, что бытовые проблемы, они, конечно, съедают человека, мы же все понимаем, что даже в одной семье, брат с сестрой, все равно что-то не устраивает, всегда какие-то происходят споры, но, а тут ты вступаешь с человеком, который вообще не знаешь, это кажется, да, нам все хорошо, вы правильно сказали, конфет на букетный период, это все хорошо, весело, но когда уже начинается быт, уже немножко начинаем придираться друг к другу, то есть, и многие сейчас не понимают, что это нужно сдержаться, то есть, второй половинке тоже не нравится, Что у тебя, например, не так? Как я всегда говорю, когда приходят на развод, которые, знаете, я уже, может, вам сказала, что за этот год мы зарегистрировали 7 расторжений брака, которые зарегистрировали в 2019 году. То есть меньше года практически, но год отложили семейную жизнь. Да, они прибежали за расторжением. Я всегда говорю, вот нам не нравится, мы, кажется, не нравится то, не нравится это. Я говорю, знаете, что? Мне тоже, например, не нравится, когда пасту забудло посередине, вы понимаете, выдавливают. Мне тоже это не нравится. Но к этому же нужно привыкать, потому что во мне что-то второму человеку тоже не нравится. Поэтому просто мы стали как-то... Ну, можно дать совет, опять же, да, поживите вместе по возможности, поживите вместе, присмотритесь друг к другу и поймете, это ваше или не ваше. Да, я всегда говорю, что, ну, если вы вдруг прибежали уже на расторжение, ну, возьмите вы, ну, разойдитесь, неделю-две, ну, поживите раздельно. Все равно, если это любовь, поверьте, ну, правда же, но все равно ты соскучишься по этому человеку, да, и захочется вернуться. Но я очень рада, когда приходят на расторжение, подают заявление через месяц, да, они забирают. Так, но мы отвлеклись, давайте все-таки о браке, да, а не о расторжении. Ну, значит, для того, чтобы подать заявление в ЗАГС, нужно присутствие обоих, вернее, обоих лиц. Но если вдруг одно, это в письменной форме, по месту жительства вы можете подать, либо сейчас 12-го года брак можно зарегистрировать в любой точке Беларуси. То есть, пожалуйста, да, в любом абсолютно ЗАГСе. Но вы должны присутствовать вдвоем. Если подача заявления одного затруднительна, то, конечно же, есть вариант заверения подписи на заявление одного из будущих супругов, заверения подписи, либо это нотариально, либо в отделе ЗАГСа по месту вашего предсожительства. Заверяется подпись, пересылаете второму человеку это заявление, и один уже может подать это заявление. Стоит это одна базовая, это если не торжественная, то есть базовая в любом случае торжественная, не торжественная, это одна базовая. 20 на сегодняшний день, 27 рублей. То есть при подаче заявления. Регистрация брака назначается не ранее трех дней, до трех месяцев. То есть момента подачи заявления проходит три дня, и можно расписать уже? А, это что-то новое, я не слышал. Нет, это уже давно. Раньше просто я помню, что месяц, по-моему, надо было. Это уже давно ушло, да? До, не буду забыла, 10-го года, это было не ранее 15 дней, потом внесли изменения в законодательстве, это не ранее трех дней. Срок сократить можно, то есть именно этих трех дней можно сократить срок, если при наличии у вас есть общие дети, то есть, вернее, общие дети. Ранее вы состояли в браке, справка о беременности. То есть срок можно сократить. Но я считаю, торопиться не надо. Подали заявление, пожалуйста, присмотритесь. Вот у вас уже есть время, вариант. Сейчас у нас существует предварительная запись. То есть подать заявление, например, сейчас некоторые планируют на лето, на лето еще подавать рано. То есть ваше заявление со дня подачи, оно действует только три месяца. Это самый поздний срок для месяца. То есть надо смотреть, что... Да, предварительная запись у всех абсолютно, в каждом ЗАГСе она по-разному, то есть нету такого единого, потому что в Минске это электронная запись, есть в Могилеве также электронная запись. В остальных, например, как у нас, это записывайтесь, приходите. То есть это не электронная запись, не по телефону вы приходите, кто-то один из вас, либо, например, родители, пожалуйста, вы можете прийти, записаться предварительно. То есть сейчас мы запись осуществляем с января на целый год. Все. То есть если вы запланировали на лето, пожалуйста, придите сейчас, как говорится, забейте время. Но заявление не подавайте. Заявление не подавайте. Только забейте число и все. Да, да. Мы вам даем баллон. Да, это же договариваются с там, где отмечать, и со столовыми, ресторанами, там и так далее. Единственная, конечно, просьба, мне бы хотелось, чтобы уже немножко определились, потому что начинается, хотим вот на эту дату, очень стало много, приходят, подают предварительно, но, оказывается, еще никто не определился, и родителям не сказали, понимаете, ну, как бы мы ни хотели, все равно за нас все решают родители, правда? Потому что эту часть, как говорится, в основном, в основном материальную часть, это, кажется, нам помогают родители. Поэтому начинаются, добегают переносы, естественно, обижаются, что уже времени нету на определенную дату, на которую они хотят перенести. То есть, ну, решайте заранее, определяйтесь. Вот хочу спросить, вот в каждом календарном годе есть такие красивые даты. Есть ли ажиотаж, вот, ближайшая дата, 02.02.2020, да? Вот, говорит, очень красивое число. Есть ли уже желающие? Это, по-моему, воскресный день получается? Нет, нет. В прошлом году планировали, как-то многие спрашивали, нет, в этом году никто не подал. Ну, во-первых, высокосный год. Ну, это тоже, да. У нас сейчас все, да, очень суеверные, поэтому, может быть, еще из-за этого. Ну, мое мнение, честно говоря, и вот исходя из работы, то есть все даты, которые выбираются, именно такие вот трехзначные, одинаковые числа, как-то они немножко, вот, я смотрю по статистике, непрочные остановятся. Непрочные, да, да, большой процент развода. Но это на самом деле. Вот, уважаемые телезрители и радиослушатели, не гонитесь за красивыми цифрами. Дело не в цифрах, а дело в любви все-таки. Давайте мы эту тему, наверное, все исчерпали. Или еще есть что-то добавить по регистрации? Ну, документы, документы для представления, вернее, при подаче заявления, вы должны предоставить документ, удостоверяющий личность. Также документ об от, вернее, документ о прекращении предыдущего брака, если кто-то в браке состоял. Ну, и вдвоем. Ну, это да. Ну, а вот вы отслеживаете, наверное, понятно, что кто-то там, как вы сказали, с 2019 года пожил вместе и разбежались. А есть ли у нас примеры, все-таки положительные примеры, да, что люди живут 25, 50 и 60 лет? Есть такая статистика? Да, есть, конечно. Мы в этом году, то есть это совместно уже, я имею в виду, что вместе с постсоветами, Баранским грецполком, у нас прошло 18 юбилейных свадеб. То есть 9 непосредственно это в отделе ЗАГС. То есть это золотые юбилейные свадьбы, серебряные, изумрудные, коралловые, то есть абсолютно различные. Даже некоторые отмечают, ну, это 5 лет. Ну, у нас планировала девушка, но как-то вот не дошли они до нас. До 5 лет хотела отметить, да? Да, очень хотела, да, отметить. Это какая? Деревянная свадьба. Это деревянная. То есть начинает с 5 лет исчисления, вот всякие там красивые названия, или год, два, три, тоже есть названия. Есть, вы знаете, есть, да, но в основном же отмечают, как говорится, круглые даты. Ну да, дожили до 5 лет вместе. Ну что ж, давайте на этой оптимистической ноте первую часть нашей программы закончим, уходим на рекламу, она будет короткой, не переключайтесь. Продолжаем программу. Напомню, что у нас сегодня в студии, в прямом эфире начальник отдела ЗАГС Оршанского райисполкома Олесь Михайловна Ткачева. Олесь Михайловна, у меня есть предложение вот ответить на несколько вопросов телезрителей, а потом продолжим разговаривать о актах гражданского состояния. Вот два вопроса пришло, они похожи, сколько людей Оршанского района, Вулуганного Германия и так далее, вопросы про войну. И дайте характеристику народного хозяйства и сельского хозяйства, это все-таки вопросы не к начальнику ЗАГС, наверное, да, а к архиву. Вот когда у нас будут представители архива, можно эти вопросы задать предварительно, потому что там очень действительно вопросы интересные. Я не знаю, есть ли такая статистика даже в нашем архиве, но тем не менее. Ну, вы вопросы можете архиву-то передать, чтобы они заранее готовились, знали, что их ждет. Да, конечно. А вот вопросы, есть вопросы, которые к нам пришли, заранее мы их по группам раскинули, а есть вопросы, которые буквально пришли совсем недавно. Поздравляет ли ЗАГС своих граждан с золотой свадьбой? Если нет, то планирует ли возродить эту традицию? Конечно, вот мы только недавно об этом говорили, что ЗАГС проводит юбилейные торжества, то есть это как 50 лет, это золотая свадьба, и 25 лет серебряная. То есть люди активно принимают участие. Ну, конечно, бы хотелось больше, немножко падают. Ну, может быть, опять же, материальных хотят собрать всех, как говорится, родственников не получают, а может быть, из-за этого. Но больше всего, я считаю, что в этом плане должны участвовать дети. То есть подарки, да, и внуки, да. Такие мероприятия, я думаю, что это уже, как говорится, они должны проводить. То есть мы их ждем, они к нам, пускай, обращаются, мы вместе составим сценарий и проведем торжественную, как говорится, регистрацию юбилея. Вот интересный вопрос, почему через ЗАГС нельзя развестись при желании только одного из супругов? Если нет детей и споров по имуществу, для подачи заявления о разводе в ЗАГС требуется присутствие обоих супругов, о суде достаточно присутствует заявление только одного. Объясните разницу и смысл развода через суд и через ЗАГС. Ну, то, что касаемо через ЗАГС, 1 января 2013 года были внесены изменения в Кодекс о браке и семье. Это вот на основании статьи 35 прим. Развод осуществляет ЗАГС, если нет общих несовершеннолетних детей, и споры об имуществе. То есть да, конечно, обязательно должны прийти вдвоем, потому что на заявлении указана эта статья, то есть она вам разъясняется. То есть это и подтверждает, то есть обоюдное присутствие подтверждает того, что у вас нету споров. Все. Поэтому необходимо именно обоих. Если один не может, опять же, я уже говорила, как и в браке, можно зарегистрировать заявление, подпись, вернее, заявление удостоверить, вернее, его подпись на заявление удостоверить, и прислать своему, ну, второй половинке, и он должен принести. Но, опять же, тогда только в этом случае будет принимать ЗАГС заявление. Нотариально заверенное будет. Да, на заявление может быть либо нотариально, либо отдел ЗАГС по месту прописки. Но на само расторжение брака, то есть расторжение, вам же тоже дается срок в ЗАГСе, это не ранее месяце со дня подачи заявления, то есть по истечению этого месяца, до двух. Все. То есть, но если назначается с вами при подаче заявления, назначается конкретный день, если вы, кто-то, опять же, не сможет присутствовать, но это допускается, опять же, только одного, то же в этом случае заявление должно быть заверено нотариально, то есть чтобы расторгнуть брак без его присутствия, назначенный на такой-то день. Да, тогда только так будет расторгнут брак. То, что касаемо, ну, и опять же, да, как все говорят, ЗАГСе дешевле. ЗАГСе 108 рублей, это 4 базовых. В судебном порядке у вас есть споры об имуществе, есть дети, опять же, вы не поделили там квартиры, машины, бизнес, все что угодно. И вы в исковом заявлении подаете все свои претензии, то есть это в исковом заявлении. Естественно, вы подаете в одностороннем порядке, то есть уже второго супруга его извещают о расторжении брака. Если это первичные браки, то, опять же, базовые, такая же, как и в ЗАГСе, это 4 базовых, ой, вернее, пошлины, это 4 базовых, 108 рублей. Все последующие браки, это 8 базовых. Ну, то есть вам уже дается в любом случае на примирение, это 3 месяца, не ранее 3 месяцев. То есть уже будет рассматриваться. Да, это если через суд. Сокращение у них там есть, но это, это если больше 3 лет приговорен, по-моему, осужден, недееспособный, и что-то еще, ну, честно, не буду. Да, 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 есть исключение, есть. В ЗАГСе не приняли заявление об изменении записи в моих метриках. Там записана фамилия, буква Е без точек. Моим детям сделали паспорта с неправильной фамилией. Как найти выход из этой ситуации? Ну, я думаю, что заявление такого быть не может, что не приняли. Если обращался, то есть в устной форме, консультируем человека, да, к сожалению, есть, ну, очень много, то есть это вот до, пока не ставилось все в электронном виде, все выдавалось Е, все знают, что было, это одна буква. То есть это Е. Во всех архивных документах, то есть практически, у меня сама такая же фамилия, естественно, написано через Е. К сожалению, где-то с 2008 года это стало проблемой то, что, ну, как бы это правильно, то, что все документы выдаются на основании, именно записи, то есть именно свидетельств. Если в свидетельстве указано Е, то, естественно, паспорт не должны были нам делать на Йо. Это уже ошибка была допущена в паспортном столе. Но, понятное дело, что никто не пойдет, как говорится, менять паспорт, тем более фамилия с Йо, она же более звучная. Я просто думал, что там с переводом еще связано на белорусском языке, а с белорусской потом транскрипция на английский, там затем получилась другая фамилия. И раньше переводили, как бы, естественно, понимали, что это фамилия с Йо, на белорусском языке переводили, как положено на белорусский языке, я имею в виду, что с русского. А сейчас уже же по правилам, то есть ударение, либо без, уже совсем другая буква будет стоять. Но, к сожалению, мы показываем гражданам, мы поднимаем, это не просто отказ, нет, мы поднимаем все архивные документы. То есть, если, например, это фамилия отца, то есть мы поднимаем все его документы. Это то, что в браке, потому что ребенок регистрируется, например, по браку, то есть то, что было в браке, то, что было у него в рождении. Если есть возможность, то есть это послевоенный период, поднимаем дедушку, бабушку. Если везде там стоит Йо, то, естественно, ЗАГС вам не может выдать свидетельство на Йо и даже внести изменения. То есть это, ну, впоследствии это уже, то есть идет как отказ. Отказ именно не в принятии заявления, в заявлении мы принимаем все. Вот. А уже именно само заключение, это либо отказ, либо положительное. То есть вот в этом плане. Опять же рекомендуем, то есть очень много. Сегодня вот люди тоже обращались. То есть это очень много. Если ребенок, например, 16 лет, то есть чтобы сделать перемену, у него есть паспорт, получайте, пожалуйста, на Е. Приходите. Если нет оснований сделать это внесением изменений, то это можно сделать, в любом случае, переменной фамилии. То есть да, к сожалению, ну, как все говорят, это абсурд, но, к сожалению, мы никуда не уйдем от этого. Это также и в России все. Мы ждали, что будут какие-то внесенные изменения, но, к сожалению, нет, пока нет. Ну, это именно связано с переводом. Это очень много. Опять, с белорусского на английский. Ну, транскрипция, да. Сейчас уже транскрипция идет. Ну, что ж, давайте мы вернемся к теме актов гражданского состояния, поговорим о регистрации, установлении материнства или отцовства. Сказали, что стало меньше, но, тем не менее, они есть. В каких случаях это применяется и что для этого надо? Значит, установление отцовства, оно может происходить одновременно при регистрации рождения, либо после. То есть, установление отцовства, оно производится в том случае, если, например, в записи акта рождения мать регистрировала ребенка как одинокая мама. То есть, на основании статьи 55-й кодекса о браке в семье, то есть, там отец записывается со слов матери. Живут вместе, то есть, это его ребенок, решили установить отцовство. Они должны обратиться в ЗАГС по месту либо прописки одного из родителей, либо по месту регистрации рождения ребенка могут обращаться. Они должны прийти вдвоем на основании своих документов, удостоверяющие личность, также свидетельство о рождении ребенка. Ну и опять же, если хотят указать национальность родителей, то опять же документы, подтверждающие национальность. Также может быть установление отцовства на основании решения суда. То есть, например, папа был, регистрировать не захотел, естественно, мама через суд может подать исковое заявление, и на основании уже решения суда будет вынесено установление отцовства, вернее, решение, и приходите, пожалуйста, в ЗАГС. Только обязательно, хочу даже здесь подчеркнуть, то есть, то, что у вас на руках есть судебное решение, это судебное решение, оно еще не закончено. И внесение изменений без вашего заявления на основании решения никто делать не будет. Поэтому у нас лежат такие, даже 10 лет назад были решения, они так и лежат. Они не исполнены пока, потому что по закону вы должны обратиться после суда с этим решением, должны обратиться в ЗАГС. Поэтому, как говорится, пользуясь случаем, говорю всем, с решением идете в ЗАГС, и только уже после того будет регистрироваться установление отцовства. А такой еще вопрос. Ну, бывает, что ребенок не от этого отца, да, то есть, мама вышла замуж вторично, а отчим решил сына усыновить. Эти же документы подпадают, или там немножко другие? Нет, это уже другое. Это процедура усыновления. Это усыновление. Да, усыновление производится только через суд. А, то есть, вы к этому никакого отношения не имеете? Мы имеем уже только после того, когда будет решение. Но, опять же, усыновление производится на сегодняшний день, это только по месту вынесения суда, потому что есть проблемы, например, ребенка в другом городе, вот все-таки суд происходил в другом городе, решение суда было, но мама прописана, например, у нас в Орши, ну, родители имеют, прописаны у нас в Орши. Они приезжают... А суд решал в Минске. Да, суд, например, там в Минске, да. Мы не можем принять, потому что на сегодняшний день по законодательству, по месту вынесения решения суда. С июня месяца, вот уже будут, вступят в силу закон, внесены изменения, нет, но это только с июня месяца, то есть можно будет по месту вынесения суда, либо по месту нахождения рождения, актовой записи. Ну, пока-то норма это не действует. Да, пока еще не действует. Ну, теперь поговорим о таком печальном случае, это регистрация смерти, потому что многие просто, когда это случается с родственниками, теряются, да, потому что горе большое, особенно когда неожиданно наступает, разные случаи бывают. Что надо делать, как это вообще происходит? Ну, регистрация смерти, как говорится, все это делают уже за нас, поэтому должен обратиться заявитель с документом, удостоверяющий личность, своим документом, плюс документ, удостоверяющий личность умершего и врачебное свидетельство о смерти мертвого рождения, оно так называется. Регистрация смерти происходит по месту смерти, по месту прописки, по месту захоронения, то есть, но это при наличии, то есть, вам выдается, сейчас всем, практически всем выдается разрешение на захоронение, то есть, если, например, там Витевский или Минский или еще где-то умер, да, человек, то захоронили вы его здесь, пожалуйста, предоставляете документ, его здесь зарегистрируют, пожалуйста, никаких проблем. И на основании законодательства вы должны это все произвести в течение 7 рабочих дней. Отказа не будет, но уже после 7 рабочих дней вам просто придется писать письменное заявление, если так можно подавать в письменном, либо в устной форме, то однозначно письменное заявление. Но, опять же, есть у нас такие случаи, которые не производят регистрацию смерти даже год и более. И когда понадобится, например, документ уже куда-то решать, какой-то договор перевести или еще что-то, на следство то же самое, на следство, да, сразу начинают бежать в ЗАГС и тут же требуют, чтобы им в один день выдали. Нет. Если, вернее, смерть произошла год и более, то отдел ЗАГС принимает от вас заявление, но в соответствии с законодательством все запросы потом по регистрации смерти, независимо от того, что есть свидетельство, будут делаться запросы во все архивы Республики Беларусь. То есть это 7 архивов. Это где-то месяц. В течение месяца приходят ответы. В лучшем случае. Да, да. В течение месяца приходят ответы и только после того, когда все ответы со всех архивов придут, мы имеем право регистрировать эту запись. Ну что ж, давайте теперь поговорим о еще большой работе, которую вы делаете. Это выдача справок. Их много, наверное. Да. Несколько слов об этом. Значит, отдел ЗАГС выдает справки, как мы говорили, о рождении, о смерти. Это те справки, которые непосредственно выдаются при регистрации самого акта, то есть рождении и смерти. Это справки на предоставление получения пособия. Также выдаются справки из записи акта гражданского состояния. Будь то это рождение, смерть, опять же заключение брака. Все эти справки выдаются. Эти справки непосредственно, то есть у нас есть такие случаи, которые люди приходят, вот нам тот-то попросил, или вы знаете, мы там жили вместе, нужна справка. Нет, справки выдаются либо при наличии доказательств близких родственных отношений, либо непосредственно, то есть есть конкретные справки, которые выдаются непосредственно гражданину, то есть на которого составлена актовая запись. То есть просто так прийти и получить любую справку, это не может. Поэтому предоставляйте, приносите все документы, если нужно, мы куда-то будем делать запрос, чтобы вам необходимо получить. Какие наиболее востребованные справки, с чем больше всего обращаются к вам жители? Ну, наверное, справки, справки и записи акта о рождении, потому что это в основном, если одинокие мамы, то есть записи со слов матери, им нужно подтверждение куда-то, эти справки, они берутся. Ну и о заключении брака, это на улучшение жилищных условий, ну или, к сожалению, в суд о первичности брака подтвердить, чтобы пошлина была меньше. Ну, вот бывают такие, да, случаи, что при замужестве жена и муж остаются на своих фамилиях, а бывает, что жена берет фамилию мужа. Можно ли потом изменить фамилию, которая была взята при заключении брака? Да, конечно. С 1 февраля 2019 года упростили порядок изменения фамилии после заключения брака. То есть изначально это было переменной фамилии. То есть приходили, это совсем другая, то есть отдельная процедура была, и это было долго. То есть сейчас это упростили. Пожалуйста, приходите, это идет как процедура внесения изменений. То есть если это все поорше, вам могут выдать ваш уже документ на следующий день. Ставится штамп внесения изменений, идете в паспортный стол, то есть ты получаешь, пишете заявление на получение нового паспорта, на обмен паспорта. Сюда это, конечно, это доступно все сейчас. А вот такой случай. Если, например, была фамилия, скажем, Иванова или Иванов, а хочешь поменять на фамилию Петров. Вот захотелось, вот так вот проснулся утром, думаю, что я Иванов, хочу с сегодняшнего дня быть Петровым. Вообще это возможно? Это возможно. Это процедура перемена фамилии, собственное имени, отчество. Да, это возможно. Но опять же, то есть просто так на какую-то другую фамилию вы поменять не можете там на чужого человека. Никак. Да, то есть заявление вы можете подать, но мы собираем пакет документов, отправляем в РОВД для того, чтобы они провели проверку. Если у вас какие-то административные, уголовные наказания, то есть они дают свое заключение. После этого мы проводим, делаем, вернее, свое заключение, отправляем Витебск на управление юстицией. То есть Витебск, это непосредственно наш ЗАГС, к которому относятся. Отправляем на управление юстицией. И уже окончательный ответ решить вам, либо отказать, это уже дает управление юстицией. Но практически, как говорится, если вы хотите 100%, нужно дойти до вашего близкого родственника. Там бабушку, дедушке, там маму, девичью фамилию матери. Да, очень много берут, то есть обращаются. Ну а просто так от фонаря... Да, да. Ну вот меняют... Ну захотелось Киркоровым кому-то сказать. Может у вас псевдоним, может вы печатаетесь, вы должны предоставить какие-то документы. То же самое, у вас свой сайт, например, вы должны предоставить скрин, пожалуйста. Все, да, это все предусматривается, конечно. Все возможно. Ну вот... Возможно все, да. Да, вот мы говорили об изменениях, дополнениях, исправлений в записи актов. Вообще, насколько это актуально сейчас? И что для этого надо? Актуально. Очень много изменений идет. Тут мы про фамилию говорили. Да, про фамилию с ЕЁ. Это очень болезненная тема. Также, например, у некоторых... Вы знаете, как-то вот сейчас в последнее время, не знаю почему, хотя это же не довоенный период перед пенсией. Вот люди, которые живут-живут, видят, что у них оказывается в паспорте не та дата рождения. То есть такое, может быть, да, собирается. Опять же, например, сокращенные имена. То есть где-то, например, в паспорте им указали полное имя, а в рождении оно, например, стоит сокращенно. То есть указано, естественно, это, опять же, внесение изменений. То есть должно быть так же, как у вас в рождении. То есть непосредственно документ должен соответствовать. вот, что еще мы... Внесение изменений, например, ну, это больше... Это, вернее, перемена фамилии, например, по решению с полкома, детям, несовершеннолетним детям, тоже меняется фамилия. Ну, различные ситуации. Ну, бывает. Буква, да, да. Какая-то буква, опять же... Ну, что ж, мы по основным процедурам с вами переговорили. Настало время отвечать дальше на вопросы телезрителей. Вот мы их несколько объединили, скажем так, по темам, да. Вот давайте, опять же, начнем с приятного. Тема рождения. Все-таки такой вопрос. Каков порядок указания национальности родителей, свидетельствия о рождении ребенка, если у родителей разной национальности, и мы с мужем не можем прийти к согласию? То есть, вы говорите, случай, когда, да, согласие есть, а вот когда нет согласия, что делать? Значит, ребенку национальность не ставится в актовых записях. Это было всю жизнь. То есть, это никакие не ношества, ничего. В записи акта о рождении, так же, как и его свидетельствия, ставится национальность только родителям. Поэтому, как говорится, либо ребенок, когда сам вырастает, либо он определяется с национальностью, либо, например, вы идете, первый же паспорт вы будете получать в любом случае с ребенком. То есть, идете, указываете уже в форме национальность. Например, ну, ребенок решил сам, да, папа там русский, мама полька. То есть, все, пожалуйста, вы можете обратиться в отдел гражданства и миграции, написать заявление, и в паспорте вам сделают отметку о вашей национальности. Все, то есть, уже определились. Ранее состояла в браке, развела в сентябре 2019 года. Родила ребенка 12 января 2020 года. Была в ЗАГСе. Сказали, что нужно присутствие или заявление от бывшего супруга, а также биологический отец ребенка. Зачем, если бывший супруг не является отцом ребенка, а я хочу быть одинокой матерью? Понятно. Значит, это не прошло 10 месяцев со дня расторжения брака, скорее всего, имеется в виду. И, вернее, скорее всего, это не прошло 10 месяцев со дня расторжения брака. И поэтому по закону, на основании статьи 209 Кодекса о браке и семье, в таких случаях регистрация рождения происходит, как и в браке. То есть, регистрируется отец. Но почему вам бывшего супруга сюда, как говорят, нужно для того, чтобы зарегистрировать ребенка, если вы одинокой матерью, в этом случае вы не будете через ЗАГС. Если вы хотите быть одинокой матерью, то есть, например, биологический отец не согласен регистрировать на себя этого ребенка, значит, регистрируется ребенок по браку, но потом вы можете обратиться в суд для исключения сведений об отце. Все. Если суд решит, что делает вас одинокой матерью, то есть, не состоящей в браке, все, пожалуйста, приходите с этим решением, вносим изменения. Все. Если для того, чтобы, например, зарегистрировать, как вам и есть биологический отец, то есть, он согласен установить свое отцовство, вам нужно необходимо троем быть, потому что нужно заявление от обоих супругов, то есть, бывший пишет то, что он не является отцом этого ребенка, мать подтверждает, и вторая процедура делается одновременно, то есть, это при наличии именно биологического отца. Если он отказывается, то эти заявления, они не имеют смысла. И делается установление отцовства. Я регистрировала ребенка как одинокая мама, но проживаю с отцом своего ребенка. Сейчас он хочет записать ребенка на свою фамилию. Можно ли это сделать не через суд? Да. Да, это процедура регистрации установления отцовства. Вы можете обратиться вдвоем в отдел ЗАГСа, либо в наш, то есть, если регистрация рождения ребенка проходила, либо вы прописаны здесь. И необходимо вам быть вдвоем с паспортами и свидетельством о рождении ребенка. И, естественно, если хотите национальность, пожалуйста, в свою. Вот вопрос о том, что мы говорили. Родился ребенок, а мы с женой на разных фамилиях. Какую фамилию будет носить ребенок? Значит, в актовой записи рождения ребенка будет указана та фамилия, которая была указана в заявлении заявителем. То есть, согласие обоих супругов просто предусматривается. Приходит заявитель, то есть, он пишет письменное заявление, это не в устной форме, и ту фамилию, которую он укажет, и та будет указана свидетельство о рождении ребенка. Поэтому заранее лучше, я считаю, что время у вас есть, и 9 месяцев определяйтесь, какую фамилию будет носить ваш ребенок. Вот жалко, нет двумя, как мы говорили, Петров и Петров, Петров, там и Сидоров. Хочу получить свидетельство или справки о рождении моих родителей 908 и 912 годов рождения, которые могут подтвердить национальную принадлежность родителей, бабушек и дедушек. Это довоенный период, если то, что касаемо нашего ЗАГСа, нашего архива. Я опять же повторюсь, что архив у нас сохранен с 44-го года. И такие же записи акта в областном архиве Витебске. Поэтому очень трудно найти. Единственное, что если кто-то в послевоенный период восстанавливал из ваших родственников, то да, будет. То есть существует восстановленная запись акта. Но опять же, также есть, вам может лучше всего обратиться в национальный исторический архив города Минска, потому что там есть некоторые, например, метрические книги, которые церковные, есть это. Но опять же, в старых записях акта и в церковных книгах национальность не указывалась. Ну, к сожалению, нет. Ну, давайте другую тему вопросов возьмем. Они так или иначе касаются браков, вступления в брак, расторжения браков. Вот тоже интересно. Собираюсь вступить в брак в Российской Федерации. Там потребовали справку об отсутствии брака на территории Республики Беларусь. Как ее получить и где? Прописана сама в Варшанском районе. Если вы прописаны в Варшанском районе, вы обязаны обратиться к нам. То есть в наш ЗАГС. Это документы, удостоверяющие вашу личность. Если вы ранее состояли в браке, то документы о прекращении предыдущего брака. Вы заполняете заявление, оставляете. Мы проводим с момента, например, расторжения, либо с 15 лет, если вы не состояли в браке, так как брак разрешен с 18 лет, но есть сокращение срока. Это до 15 лет. Там есть исключения. Проводится проверка, и потом выдается вам эта справка об отсутствии заключения брака. Актуальный вопрос для нашего региона. Жених находится в местах лишения свободы. Как я могу подать документы в ЗАГС? Вы можете одна подать заявление, но при наличии удостоверяющей его подписи на заявление. Например, у нас в городе восьмая колония работает чисто через нотариальное заявление. Выезжает нотариус, заполняет заявление. Отдает вам, и вы с этим заявлением уже, как положено, по законодательству подаете заявление в ЗАГС. Таких случаев бывает. Да, очень много. У нас выездные машины. Вот я говорю, актуально, видите? Актуально. У нас выездных именно мы уберем. Вот мне не совсем понятен вопрос, но давайте вы, наверное, в курсе. Сразу после регистрации брака едем в свадебное путешествие за пределы Республики Беларусь. Хочу принять фамилию мужа. Можно не ставить штамп в паспорт об изменении фамилии. Боюсь, что не выпустят. Штамп в паспорт ставится однозначно. Это по законодательству. Ставится штамп. В штампе указывается ваша регистрация брака, с кем актовая запись и какую фамилию вы приняли после заключения брака. Вопросы такие идут. Да, и в основном идут к нам и в органы гражданства и миграции. Мы не компетентны в этом вопросе, потому что это не наш профиль. Вы должны обращаться. Смотрите, вся есть информация на сайте погранкомитета. Но скажу вам однозначно, что некоторые говорят, знаете, как называется в народе армянское радио. Вот мы и съездили, да, им повезло. Никого не слушайте. Сейчас в этом году, вот в 19-м, что было, очень много, во-первых, которых вернули. Разворачивали. Да, да, на границе. И есть такие, что пару случаев было, туда их выпустили. Ну, просмотрел, наверное. А обратно не впустили. А обратно у них забрали паспорт. Вот это было тоже неприятно. Забрали паспорт. Это была неприятная, конечно, ситуация у них. Забрали паспорт. И, естественно, этот паспорт им уже не отдаются, высылается в орган гражданства и миграции по месту вашего жительства. И этот паспорт аннулируется. То есть, поэтому смотрите внимательно. Такое интересное. Мы поговорили о золотых свадьбах. А вот с другого ключа вопрос. В июле у моих родителей золотая свадьба. Дают ли в связи с этим в ЗАГСе материальную помощь? Нет, вопросов, конечно, не выдают материальную помощь. Вопросов в последнее время возникает очень много на эту тему. Якобы, не буду брать, но якобы в России все приходят и говорят, что какую-то дают материальную помощь на 50 лет совместной жизни. Нет, у нас не выдают. Мы будем рады. Приходите, мы вам проведем торжественную регистрацию. Ваши родители будут рады. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу. Я напомню, что у нас в эфире была начальник отдела ЗАГС Оршанского райисполкома Олесь Михайловна Ткачева. Ну и, как всегда, прежде чем попрощаться, хочу проанонсировать нашу следующую встречу. 5 февраля в передаче «Диалог» в прямом эфире примет участие заместитель начальника налоговой инспекции Оршанского района Юрий Каган. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин